Доброго времени суток, с вами друзья Белецкий Юрий. Сегодня я наглядно хочу показать, как рискованно выводить куст винограда на одном штамбе или на одном рукаве. И что может случиться со всем кустом в случае вот таких вот необъяснимых вещей. Вот смотрите, из головки куста было выведено несколько рукавов. Один, который был перепривит 27 мая. Вот этот второй, который был перепривит в прошлом, позапрошлом году. В прошлом году прививка не удалась, а позапрошлый год показал, что прививка получилась очень качественной. Это у нас журавчик вишневый. И как видно, что развивается он превосходно. Короночки загнутые. То есть, по всем признакам, этому рукаву ничего не угрожает и он себя чувствует прекрасно. Ну вот сегодня, подвязывая вот этот вот молодой зеленый побег, я обнаруживаю вот такую картину. Посмотрел влево, посмотрел вправо, и все побеги паникли, как будто бы кто-то перегрыз рукав. Вот этот рукав, на котором оно все находится. Здесь была сделана прививка позапрошлом году. Опять же, журавчик вишневый был привит на этот рукав. Рукав был очень здоровый, хороший. И я так прошелся по рукаву, думаю, нет ли никаких механических повреждений, чтобы все стало ясно. Да нет, ничего не обнаружил. И это для меня осталось загадкой. Что же могло случиться с вот этой верхней частью рукава? Почему он так себя повел? И почему вот эти все побеги вот так вот паникли? Понятное дело, что это уже не жилец. Единственное, что здесь мы видим на рукаве маленький материнский побег. Возможно, от этого побега до головки куста рукав живой. И будем пытаться снова его перепривить. Вот вам, ребята, и ответ. Почему очень рискованно? Почему очень рискованно на одном штамбе? Как некоторые говорят, ну это ж красиво. Растет один штамб, на нем растет один куст. Куст становится мощным, взрослым. И тут вдруг ни с того ни с сего происходит вот то, что вы сейчас увидели. Как быть? Ну а если у вас 2-3 штамба, то вы всегда имеете страховку. И всегда имеете возможность не потерять корневую систему, не потерять куст в целом. Вот такие, друзья, дела. Делайте вывод, что лучше всего, на наш взгляд, выводить куст винограда на нескольких штамбах. И если что-то случилось с одним из них, то большой угрозы кусту это не представляет. Да, неприятно, но тем не менее, мы всегда будем иметь в наличии куст винограда, и он у нас не пропадет. Хочется надеяться, друзья, что этот короткий видеосюжет вам чем-то помог. Если это так, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, как это традиционно принято говорить. И нажимайте на колокольчик, для того, чтобы не пропустить следующие видео, которые мы тоже постараемся сделать интересными. До новых встреч, всего хорошего! Субтитры подогнал «Симон»!